Всем здравствуйте! Вы на канале Банковский. Наша сегодняшняя тема это карта кредитная разумная от Ренессанс Кредит. 145 дней без процентов обзор условий. Давайте перейдем на сайт Ренессанс Кредит и ознакомимся со всеми условиями данной банковской карты. В сайте Ренессанс Кредит в разделе банковские карты я открыла сразу кредитная карта разумная, честный 145 дней без процентов на все операции по карте, покупки, снятия наличных и денежные переводы. Здесь также есть предложение сразу оформить заявку на кредит, на данную банковскую карту кредитную. Какие же нам условия здесь предоставляются? Без процентов 145 дней это льготный период на все покупки, на снятие наличных, на переводы. Также удобно пополнять банковскую карту, можно в мобильном банке с дебетовой карты любого банка перевести на кредитную карту Ренессанс Кредит. Бесплатное обслуживание, без годового всегда. Также если вы оформите сейчас заявку на сайте, то курьер вам может привезти данную банковскую карту абсолютно бесплатно домой. Что касаемо здесь способов пополнения, то здесь в принципе как кредитные карты, так и дебеты, у них одинаковый способ пополнения. Это по системе быстрых платежей можно переводить с других банков без комиссии, можно это делать в мобильном банке и без комиссии при пополнении до 600 тысяч рублей. И можно переводить, пополнять точнее в отделениях и терминалах банка, тоже без комиссии. Как работает льготный период? Ну вот к примеру смотрите, вот 145 дней у нас расписано. Если 5 марта вы совершили покупку, то вам нужно 5 апреля, 5 мая, 5 июня, 5 июля 25 дней для внесения минимального платежа без процентов. Дата формирования выписки, вот каждого 5 числа, каждого месяца. 29 июля получается окончание льготного периода и нужно внести минимальный платеж, либо же всю сумму долга. Минимальный платеж будет рассчитываться исходя из того, сколько вы потратили. Ну вот к примеру, да, здесь расписано. Если вы совершили любую покупку 5 марта, то открывается у вас льготный период на 145 дней без процентов. С этой даты вам будут приходить каждого 5 числа, да, оповещения с информацией о сумме и дате минимального платежа. И также всю информацию можно будет смотреть в мобильном приложении Ренессанс Кредит. Облатить задолженность необходимо в течение 25 дней с даты выставления минимального платежа. То есть вот и получается, если 5 числа вы совершили покупку, то до 30 числа вам нужно внести будет минимальный платеж. Если этого не сделать, то тогда у вас без процентного периода не будет и начнут действовать проценты, исходя из того, сколько вам выставил банк по данной кредитной карте. Если вносить минимальный платеж в срок, окончание льготного периода станет 29 июля. То есть если вы все внесли в срок, то 29 июля у вас начнется потом новый льготный период. До этой даты необходимо внести всю сумму долга или продолжить погашать его минимальными платежами, ну тогда уже с использованием процентов и использованием заемных средств. А если погасить долг вовремя и без просрочек, то новые 145 дней без процентов откроются при совершении следующей расходной операции с кредитного лимита. Когда вы, допустим, 29 июля погасили весь свой долг, а, допустим, 1 сентября решили совершить новую покупку, то у вас тогда уже с 1 сентября пойдет новый льготный период на 145 дней. Что касаемо тарифов по карте, рассмотрим немножко более подробно. Беспроцентный период, да, как мы с вами уже рассмотрели, это 145 дней на все покупки, снятия и переводы. Годовая процентная ставка, да, вот это, наверное, самое важное. За оплату товаров и услуг всех магазинов «Пятерочка» и «Валберис» 9,99 будет процентная ставка. А за оплату товаров и услуг всех остальных продукций, да, 24,9%, а если вы сняли, то 49,9%. Объясню, за счет чего процентная ставка формируется. Процентная ставка формируется за счет того, что если вдруг вы не внесли всю сумму в отчетный период в ваши беспроцентные 145 дней, то с следующего месяца будет считаться минимальный платеж и вот эта процентная ставка будет начисляться на ту сумму, которая у вас осталась долгом по истечении 45 дней. Поэтому, если вы деньги снимали, то тогда у вас будет рассчитываться вот по такой процентной ставке минимальный ежемесячный платеж. Если вы производили оплату, то вот по такой минимальной ставке. Ну, а если покупки были «Пятерочка» и «Валберис», то вот такая процентная ставка. Касаемо комиссии, да, за снятие наличных, то если свои деньги снимать, то будет без комиссии, а если кредитные, то 3,9% плюс 390 рублей. То есть, получается, процентов на сумму, снятую, у вас не будет, но будет комиссия за само снятие этих денег. Если также вы будете переводить на другие карты, то будет такая же комиссия, 3,9% плюс 390 рублей. И также в пределах 145 дней без процентов. Пополнять можно в любом. Банки из мобильного приложения можно также «Ренессанс Кредит» пополнять при сумме не более 600 тысяч рублей в месяц. И в терминалах отделения «Ренессанс Кредит» тоже можно пополнять. СМС-оповещение здесь платное 59 рублей. СМС-оповещение предстоящих платежей бесплатное. И ежемесячная выписка тоже бесплатная. Что касаемо требований к заемщику, то возраст здесь должен быть от 20 до 70 лет. Российское гражданство обязательно. Постоянная регистрация на территории Российской Федерации должна быть. Наличие постоянной регистрации или работы в регионе оформления кредитной карты тоже обязательно. Минимальный стаж на последнем месте работы значения не имеет. Ежемесячный доход. Это обязательно нужно указать, потому что должен быть у вас постоянный доход, так как это кредитная карта, по факту тот же самый кредит, который нужно обязательно возвращать. Обязательно должен быть личный мобильный телефон и паспорт Российской Федерации. Также можно использовать дополнительный документ для оформления, но это за большим исключением. Вот такие условия нам предлагает кредитная карта, разумная, от банка «Ренессанс Кредит». А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные и дебетовые карты, вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Банковский». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх, обязательно подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока!